Всем привет! Привет администрации президента и Министерству спорта России! Шоу Огинова Кубка продолжается. В первом видео вендетта эмблеме чемпионата мира 2018 года я цитировал «Элемент волшебный мяч – главный герой турнира. Дизайн мяча отдаёт дань первому российскому спутнику. Первый спутник был запущен страной СССР. Это факт, искажающий историческую действительность. Волшебный мяч. Именно в книге, на её обложке расположен футбольный мяч. Его волшебные свойства были опубликованы на 87-й странице для справки. Их легко можно применить в реальной жизни. Именно на словах о применении волшебных свойств мяча в реальной жизни я сделал остановку. Чтобы люди не думали, что человек несёт ерунду, я сейчас докажу, что волшебные чудеса в жизни бывают. Поэтому рассказываю всем о предложении, которое я желал высказать Министерству спорта России. Ну а вы, дамы и господа, просто люди, сами решите, что это ерунда или нет. Я прекрасно понимал, что работа Огненного Кубка не до конца выполнена. И поэтому писал в эту организацию о совместной работе по эмблеме. И не только. С эскизалистами из Бендио Централь мы могли создать великолепную эмблему. Как говорится, одна голова хорошо, а несколько лучше. А теперь представьте. Перед началом показа футбольного матча на экранах мониторов появлялся Огненный Кубок. С помощью современных технологий и мультипликации форма Кубка в точности напоминает горящее пламя из реальной жизни, наверху которого оказался мяч. Он постоянно вращается в разных направлениях, как в настоящей игре. Мяч завершал всю картину, выполняя требования FIFA к будущей эмблеме. В письме Министерству спорта России так характеризовался этот момент. Футбольный кубок – это огонь, данный людям по одной из легенд. Огонь – одна из основных стихий мироздания. Символ Духа и Бога. Всеобщего очищения, торжества света, движения и энергии жизни. Вершиной которой оказался футбольный мяч – символ игры, связанный со всем воедино, который будет властвовать на просторах и футбольных полях Великой России. С началом трансляции футбольного матча, исполнения гимнов и так далее, огненный кубок размещался в любом из углов экранов мониторов. Его размеры уменьшались, чтобы не мешать просмотру, а волшебные свойства вращающегося мяча наверху пламени в мультипликационном виде были сохранены. И такая картина была в течение всего показа. В моменты перед повторами и рекламой на 2-3 секунды был сделан показ, как пролетает огненный мяч, от которого исходят языки пламени. В определенной степени это всем напоминало солнце. С помощью мультипликации, фантазий и умения работников российского телевидения с легкостью применялись другие волшебные свойства огненного кубка и мяча. Это все придавало зрелищности во время трансляции. А всему миру было с гордостью сказано, эмблема огненного кубка подобна великому магу. Она интересным и необыкновенным образом сопровождала весь турнир. На многочисленных мониторах по всей стране и на табло стадионов, которые принимали игры 2018 года, круглосуточно шел показ оживленного футбольного факела. Миллионы любителей футбола и спорта были в восторге от такого хода событий. Представьте себе такую ночную картину в вашем городе. Тамара Федоровна, я стараюсь держать слова, которые написал в комментариях. А то, что далее представила Россия на церемонии открытия чемпионата мира на какие-то секунды заставило жителей планеты Земля затаить дыхание. Эхо возгласов, ликование миллионов людей после увиденного, пожалуй, были слышны на Международной космической станции. И весь мир, без тени сомнений, убедился в искреннести слов, желании и умении руководителей спорта России удивлять мир. В приветственной речи президент Чифа сказал, на подобное способна лишь одна страна, это Россия. А со слов автора данного мероприятия, чиновники спорта великой страны скажут, мы сами были поражены тем, как нам предлагал свои идеи этот чудак. Первыми его словами были Новый год и ядерный взрыв. Дамы и господа из Министерства спорта, я не могу пока раскрыть всего. В ближайшие недели я начну применять законодательство Российской Федерации. Вы поймете все позже. Как видите, я думаю, что уже подкинул немало идеи. Быть может, с вашей эмблемой печального и непонятного существа 2018 года, которое абсолютно вся повторила идейный сюжет, рисунка, обложки, текст и тему книги, непокоренной высотой, что-нибудь придумают, и она превзойдет Огненный Кубок. Наверное, я сдержал слова о воплощении волшебных свойств Огненного Кубка и о его преимуществах в реальной жизни. Хочу выразить слова благодарности людям, которые способствовали удалению моей страницы на сайте Одноклассники. Это помогло мне взглянуть на вещи с другой стороны. Спасибо вам. Вы подкинули мне еще идеи для создания серии кино. Я не прощаюсь. Удачи и мира всем.